Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, поближе подойдите Мне просто удобнее так говорить Вот сегодня было евангельское чтение Ну, помните, о чем решила? О том, что не мог простить А ведь можно было простить Тем более он просил только потерпеть Он не просил ему простить все А прости, что не могу вовремя заплатить А кончилось чем? Я тебе все списываю, ничего нету Ну, просто надо реально эту обстановку поставить Вот сейчас мы, ну, просто хороший режиссер Это настоящий фильм будет И как он пошел домой, прощенный, радостный Жена при нем Жену продайте деньги, деньги Детей продайте деньги А детей продать, это означает Продают их в евнухе Их кастрируют Ты лишаешься потомства Вот вы даже не думайте, что за этим-то есть Словами Не просто детей продать Продать это уже вещь Его уже за человека не считают Попали они в рабство Все были кастрированы И вот идет товарищ Совсем Немножко-то и должен Динария, а не талантов Что означает талант Трудно сказать Потому что Сохранились разные единицы меры Допустим, сказать Что значит рубль Вопрос Когда рубль? Вон в один год рубль меняется Рубль это Пластинка, от которой отрубают 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 там В виде проволоки А может такой кусок отрубить Раньше на рубль Много можно было купить При царе-батюшке И вот когда была инфляция Когда мы все миллионерами были Ну 1991 год Возьмите, все кверх ногам летело Талант 22,6 килограмма А ваттике 44 килограмма По сегодняшний день Археологи не могут определить Что это И должен 10 тысяч талантов Это решило о золоте То есть Ну это невероятно Это только миллиардер Как он мог задолжать Столько? А это наши Дела перед Богом Мы все задолжимся Задолжимся Это конкретно Вот сегодня сказать Относится в первую очередь К старообрядцам Триста с лишним лет прошло После реформы Нельзя молиться вместе А получили имена Тех, которые без реформы были Нет прощения никакого Гулять можно, пить вместе Можно, молиться нельзя вместе Ни канонов, ничего нету Осталось одно только Взять и душить Душить, то есть не отпустить Где написано Открой темницу, выпусти Это на кого ты что-то имеешь Он сидит за решеткой в сердце у тебя Вы не поддавайтесь тому Что не имеет обоснования в Библии Бог не будет спрашивать С митрополитов, с патриархов Написано И каждый за себя даст отчет Каждый за себя Это понятно? И на него жалоба Жалоба бывает не только за человека А за скотину За все, что нас окружает Для Бога идет жалоба Вот приехали В огороде налитый мазут Ничего нельзя сделать А человек сделал, уехал, слил Он своровал Своровал, кажется Она при чем тут я А при том, что детей твоих оборовать будут У тебя растет дочь И дочь была обманута Обещал жениться и испортил и бросил А теперь что? Ефрем Сирин говорит А ты загляни туда, в прошлом У тебя было такое или нет? Я начал с отцом беседовать Отец говорит В моей жизни это было Отец этой дочери Было, а что ж ты ропчешь? Да я бы его подлеца Так подлеца ты сначала Ты заложил эту мину Замедленного действия в чужую постель Ты другого ждать не мог А она не подчиняется Это страшное падение Туда погляди, туда, назад Теперь идет искупление А ты успокоился У меня все нормально Дети слушаются Отец страдает Она брошенная сошла с ума И она жила не где-то здесь Вот прямо на этом месте А теперь я спокойно сижу Что-то голова у меня болит Потеряла память Не знаю куда идти Надо научиться размышлять О том, что у тебя было Вспомните сегодняшнее апостольское чтение Речь идет о валах Не заграждай рта у вала молотящего Евреи это знали Когда что-то делают И где-то скотина рядом Ограда делается Не допустить до чужого стога Скотина много может съесть Поэтому надевают на нее мешок Не заграждай рта только у одного вала Который молотит хлеб Сеет когда, убирает когда Заграждай рот Но когда молотит Молотит когда Работает И Павел переводит Евреи так и делали Все время ограждали Чтобы не ели Только в одном случае Снимали это покрывало С вала, с быка Апостол Павел говорит А Бог о валах ли только печется Слово только я уже подставляю То остается Быки на месте остаются Но и трещь-то шла У Бога не о быках, а о людях Поэтому священники Благовестники Благовестники В первую очередь Благовестники Проповедники Миссионеры Имеют право не работать Павел говорит Одни ли мы Имеем право это Или только апостолы Имеют право не работать Но я продолжаю работать Он готовил палатки Для того чтобы скотина Пасти Это означает Водит Доброе пажите Не просто выйти Подержать и загнать их Я знаю кто как пасет У меня установились хорошие отношения С некоторыми Нынче Я считаю это ответ на молитву Но я поневоле порчу отношения Это от меня зависит Я не могу смотреть Как делается здесь Вот мы с плотиной возимся здесь Гляжу Коровы выгнуты Ну 8 часов как всегда Ну а я там шифер этот битый таскаю Пол девятого Коровы дальше нашего огородчика не заходят Там ничего нету Даже до крапивы не допускают Ну кто же пасет 9, 10, 11 Не могу увидеть где Коровы на месте стоят закруженные Пол двенадцатого Я оставил работу туда поехал Пасет Хороший парень Усики 16 лет А почему не пасешь Знаете Это все просекает оттуда Ответ написано Праведник Милует скоты своя Отсюда вывод Который не милует Она скотина голодная Он в первую очередь Обокрал всех Это вор Обокрал всех Потому что ваша валюта Это молоко Молока нету А я узнал Из-за чего Почему не гонят Я к вечеру Толгнулся Другая ситуация Девочке 14 лет Я не знаю кто пасет Но я в огороде Гляжу овцы пасутся Туда идут Никого пастуха нет Одни овечки ходят Я залез на вышку Посмотрел На пруду Время осталось Где-то полтора часа Как домой пригнать Я опять бросил Поехал Мне заниматься нечем Я порчу отношения Но я не могу У меня внутри Все трясется Что же они делают Она стоит Играет на этом На телефоне Вы дайте телефон И замкните его Только позвоните В случае аварии Какой-то Кто-то нападает Нажать Они играют Они додумались Меняться через два часа Этого в мировой практике Не было никогда От создания мира Выгоняли Вот мы И до осени От снега до снега Если вылетел самолет До Москвы До Нью-Йорка Он обратно Везет самолет свой В пути никто не меняется А это до обеда Еще по два Причем дома кинофильм идет Они совершенно не пасут Родители не могут Этого не знать Я спрашиваю староста А что разве так пасут То есть это уже не первый год Это безобразие Отразится на всей жизни В жизни так Вначале делать дом Мы должны его сдать под ключ Покрасить стекла Подставить И людям сдать А не так Что я доработал До половины бросил Ушел И ни за что не отвечаю Конкретно я плотник Я отвечаю за полы Пришла комиссия Четыре подъезда Пять этажей Полностью сказали Скрыть полы и убрать Они с нарушением правил Шатаются Не промазанные Зашли Я работаю один Это единственное место Где они не тронули Сунули Антисептик есть Полы не шатаются А кто здесь работает Да тут баптист один работает А я баптист А я и не баптист То есть везде За разделанную работу Плохо комбайн сделали Не подходит Сломался Трактор деталей не подходит Первый год запорит А почему? А менялись За конечный результат Не отвечают Скотина потерялась Ты утром выгнал Вечером пригнал Скотина нет А теперь я знаю куда идти А спрашивать нескольких Они два часа Это не мое Нет это не мое Я подъехал туда Стоит играет Скотина на кирпичах Там кирпичи какие-то Она завернула Опять играет А почему не пасешь? Ответы настолько невразумительные Я говорю А сколько овечек? Не знаю Мне пять овечек А остальные Восемьдесятых Ходят по степи Она не знает Если бы она была Более благоразумной Она бы вышла повыше Маленько Но они косоки тянутся Она их забила обратно Они стоят Полтора часа стоят Поэтому домой Корова идет с грязью Всю траву хватает Родители Это ваши дети Вы будете строго Наказаны за это А в Аллахле Печется Бог Написано Птицы Птенцы Ворона Взывают к Богу А он не подчиняется Ему сказали Провести сегодняшнее собрание Не подчиняется Исключить его Паси сам Почему мои коровы Даже из-за твоего безумия Страдать? Я это говорю Как о людях Паси отдельно И все Весь сказ Ничего с вами не будет Ну нельзя так Что Совсем никого Людей нет И каждый диктует Свои правила Условия Это не правила никакие Вы подыгрываете детям Вам с ними жить Доживать Они уже ничего не видят Ни скотину Ни людей Притом С каждым Я заканчиваю С молитвой И с парнем Помолился И с девушкой Кроме того Парень Если старше Тем более Беззащитную Красивую девушку Отправлять на поле Да какая же тебе совесть? Кино смотришь Она весьма уязвимая Она весьма уязвимая Даже от местного населения Которые рядом живут Этого не сделал Ни один мусульманин За 1300 лет 2 миллиарда Он за нее голову положит А здесь никаких А зачем дальше играть? Ему менять все А если она далекую угнала Он пока идет Да вернется Смотреть некогда Причина-то простая Киношники Вот эти игры Они Можно приравнять Только к разврату Они проедают ум Я работаю с детьми Знаю Полностью Лишают рассудка Он не понимает Ничего в этой жизни А можно ли сделать? Повторяю Сегодня же Староста С тебя спрос Ты не просто хороший должен быть А по делу Собрать собрание Общее Объявить сейчас же его И вечером Я имею голос Согласно собранию У меня документ Я почетный Член Деревенской общины Имею право голосования Официальное собрание Его никто не отменял И я буду голосовать За то Чтобы прекратить Это безобразие Утром выгнали Вечером Сдали скотину И видно будет Сколько молока Напасли А кого спрашивать Они уже по полчаса Начинают пасти У вас больше дохода То нету Ни станки нету Ни заводов нету Это все Скотине И скотину так Мурыжите Пол двенадцатого Дальше огорода Не отогнали Я говорю Вот сейчас тебе задание Юноша Нарви травы Вот так вот Нарви Горсть одну Я буду стоять Нарви Где она пасется Он не может нарвать Там нет ничего Голая Как вот скотерка Ему разницы нет Никой Почему совесть Дано проглощено Стоплями Как отец наш говорил Он не понимает Он глядит Попробуй тронь У меня папа Я его трогать не буду Я прошу Давай помолимся Ну давай помолимся Вы уже зашли Надо дождаться Сдать Сдать Правильно Но вчера видимо сдали Потому что они Каждый кто пригнал Сдал пастуху И они погнали вместе Мы стоим Коровы Если по одному Они по одной коровы идут Тут идут все вместе Идут за наш лагерь И заворачивают На поле Которое там Сено Круги Накрущены Никого нигде нет А где пастух Нету Наконец овцы Почему-то овцы Бегом бегут Бегом бегут овцы Тогда Когда знают Что впереди Они уже знают Они бегут А дальше что Поле Поле пшеницы И вы знаете Не пожелай чужого поля Это 10 заповедь Платить не хотят Овцы уже удрали Где наконец появляется Девчонка одна идет А они зашли Быки Коровы И эти все эти Они спутаны веревочками И одна запуталась За рога За шею И упала Ноги связаны Я Как подойти Она может соскочить Веревкой Зашить Ну ладно Узнала она Она говорит Это старостина Позвонили Тот с ножом Скорее беги Володя прибежал С ножом Как отрезать Подойти Она соскочит И ничего нельзя сделать Два быка Подошли Другой начинает Новорачивать Только Мы это все засняли Мы можем показать Это интересный фильм Очень интересный Никого нигде нет Вот это деревня Прямая Ни одна корова Никуда не уйдет Мой отец Захватывает Туда Мы Вечером Заигрались Долго Возле дома Никуда По чужим дворам Только возле дома Десять человек Десять детей Мать уже заранена Собувая сонных Идите Проводите Отца Вечером Идите Встретьте Здесь нет Одну девчонку Толканул Иди куда хочет А я буду играть Дома в компьютер Что она сделает Ей надо последних Подгонять И первая Уже там Задавилась Ну сами Маленько Ну вздрогнете Что вы делаете Я не могу ничего Я прибежал В этот дом Приехал К старости Позвонили Встретились Поговорили И прочее Почему Потому что Знают вашу Бесхребетность Эти нарушители И поэтому Они наглеют До беспредела В один день Все это можно отрезать А я буду Как дело Так и Полчаса Будут пасти Не будет Завтра Встать Скотину Его отделить Вынесли на решение И все Ваше решение Собрание Утверждено Будет в краевом отделе Юстиции И больше Он пасти не будет Не надо Подыгрывать Беззаконию И они Сделают Как положено Это я говорю Только то что О валах И заботится Господь Это сегодня Вы стоите Слушаете А ты раскинь На место На это У вас валы есть Вы о них Не заботитесь Это про вас Все написано Что стоишь Не слушаешь А прислушаешься Маленько Это может Пробьет туда За чуть-чуть Если не хватает Говорится Толку Возьми вот такой инструмент Постучи Вот так вот По голове И тогда Оно дойдет Лена Объяви занятия Сейчас В школе Так Я Не прошу даже прощения У вас Я не называю имен Это не стерки Я мог бы называть Но вы сами подумайте Ладно ли это Я вырос на полях В пять лет Мы уходили в поле И возвращались Только осенью И вот Где Андрея Шинлок Там пруд где Это стоило было Стоило Каждый обед Там скотина останавливалась И домой идти Мы даже не слышали Не знали Отец не завтракал Мы ему завтрак Несли на поле Мы там выросли А я не люблю Пасти Ну любишь Не любишь Жизнь не бывает Чтоб все любил Я не люблю В огороде Ну приходится Не люблю Колорадского жука Давить Но приходится Поэтому Бог Нас смиряет Выжимает Делать нелюбимое А если любимое Это уже Что-то высочайшее У меня Собираются Первые лица Края Мало того Там вплоть до министров Более счастливого человека Мы не встречали В интернете Незнакомые Там профессора Я тогда спрашиваю Скажите Там мэр города Прокурор края А почему вы так считаете Вы делаете то Что вам нравится А я сижу Вот этих преступников Посмотрю Век не нужен Да я делаю То что нравится А мне нравится Все делать Что я делаю Нравится Нравится в интернете 12 человек На чьи крещение Приняли Это все интернетовские Так эти люди Теперь там работают Мне нравится Я боюсь ехать Но я Господи Дай мне любовь Мне не нравятся Вот эти посты Они не евангельские Я прошу Господи Я их исполняю Но мне надо Любовь к ним иметь Господи Дай мне любовь К постам Это монахи В 9 веке Придумали Что для 9 века Не спасались Но я православный Вопрос снят Дай мне любовь К этим постам Чтобы я не просто Исполнял А с радостью С любовью Не просто меню Менял Так и здесь Ты приехал сюда Это восстановление На цариных Благочестивых обычах Обыча Чтобы два часа От пости уйти И спросить Неского Такого не было Никогда не строились Деревни на этом Ребенок Правимого А парню Значит По первое число Как говорят Втык дай Чтобы он До прошлогодних Веников Не пропарился Чтобы он знал Что здесь Серьезно Мы не знали Как отца не провожать Как Никого нету Она не могла По другому быть И стена Это все Разбито Промокает Теперь Они два быка Здоровых Как в начале Только пыль пошла А это лежит Задавилось Язык Ну староста Пришел Отрезал Это вчера было Если я говорю Неправду Опровергите меня Староста Так было Посмотри на него Вы знаете Что это так Я это говорю вам Не от желания Вам досадить Я говорю это По любви к вам Я люблю вас всех Какие люди Я всегда говорю Посмотрите Выходят из храма Как ну дальше Это продлите Эту храмовую жизнь Литургия Это не в храме Только Литургия написана Переводится Общее дело Это общее дело Посьба Это литургия наша Продолжается дальше Я знаю Кто как пасет Знаю вас всех Если есть Вот такие Даже как Вот этот юноша Стоит Еще под пастук У нее Достаточно Чтобы девочки Больше на поле не были Не были Отцы Спасите детей ваших Если есть такая возможность А сейчас нет нигде Пойдем Ну пойдете В школу Тут можно договориться У нас Есть кого Ныщу Даже Вот пожалуйста Люди стоят Володя Володя занят Пожалуйста То есть это можно договориться Полторы Полторашка молока И сколько Молоко К цене не относится А то пастук Всегда кормился Кто ходит за валами Тот и питается Для вас это ничего А для них У них ничего нет Они все Лето работают Бесплатно И то стараясь От детских Которые дали А у нас больше 70% Нынче Совершенно Бесплатно Дети были Совершенно Ни копейки не платили И некоторые уже Восьмой год Вы понимаете Я колочусь Бьюсь По копейке Выворачиваю Где Ну и попутно Витя Заяви свою нужду Выйди туда О деньгах О какой нужде Так говорить Я скажу за тебя Ты скажешь Так или нет Ему нужно В этот дом Где он поселился Выкупить Матушка говорила 200 тысяч рублей У него их нету И она сказала Все По частям нету И она права Кабы не матушка Дома не было Этот хозяин Ему своя польза Главное его название было Начал баню По трубу Отдельно Там все продавать По отдельности Так не делается И кроме того К этим добавил Еще 30 тысяч 30 тысяч Сейчас еще Дай Она рассчиталась Но он говорит Еще 30 Отдайте Отдайте Перед Богом Это все И ему нужно Сейчас 200 тысяч Он ко мне обращается У меня еще У меня кроме пенсии Нет ничего Но Это не так У меня деньги Всегда есть Мне помогают Но иногда помогает Целевое назначение А иногда просто помогает Сами определите Я не могу ему дать До 10 октября Почему? Я затеял Грандиозное дело По пруду Я стою перед тем Что одновременно Нанять бульдозер Экскаватор И Два Самосвала Вы понимаете Что это за деньги? Один экскаватор Бульдозер Привезти 32 тысячи Стоит Поэтому Меня до 10 октября Трогать нельзя Я буквально Как студень Трясусь над каждой копейкой А уже после 10 У меня что будет Я постараюсь помочь Послушай еще Женя погромче Женя погромче Я насчет пруда Нужен ли пруд? Ну вот вопрос Потому что Потому что У нас не собрание было Вы занялись этим делом Самостоятельно Так Женя Я отвечаю по порядку Этот пруд всегда был Назывался Малаканиши Я понимаю Сейчас я поясню Так Пруд этот Его бы не было совсем Если бы я его Не нанял тогда Машины Бульдозер Там Вычистили Но там не сделали Пруд этот Очень хороший В нем рыба И сейчас на 2 метра Мы поднимем На 2 метра Это означает Он не промерзает Ну зимой лунки 2-3 выкопал Выдолбил для рыбы Весной можно поставить решетку Конечно он нужен Нужен Во-первых От него и качает Не один человек Который есть Дальше Он будет не такой Вот вокруг деревья Есть которые наклонились Их надо убрать Которые туда наклонились Они Когда Уже застынет В это время Их надо спилить 15 деревьев убрать Мы убрали много То расчистили Ну ширина примерно Ну я даже не знаю Как сказать куда-то Он как до той березы За матушкой стоит Вот Такую Плотина Но дальше она будет поуже Нужен пруд Мы об этом говорили Своя рыба Это микроклимат Птицы Ну пруд Об этом говорили Такие вещи Женя Если есть возможность Помогают Я вот из-за чего Говорю Я просто говорю Такие вещи Лучше на деревьевском собрании Решать Нужно ли он Спросить у каждого Спрашивали Спрашивали Допустим Мне допустим Не понятно Он говорит что не нужен Только потому что Это слишком дорого Ответство один Во-первых Дорого Во-вторых У нас Здесь Климат Воды много Комаров Много Комары Потому что Здесь Рязка Комаров бы не было Если была рыба Комары Там у вас На пруду А где вода Там комары Согласитесь Да правильно Но где рыба Там комаров нет Здесь Здесь Комары Может маленько Вот это Начинает На это место Поднять Да где выше Я уже Я понимаю Я говорю Зачем Я просто говорю Зачем Вкладывать деньги Тогда не надо Не надо Вопрос снятый Я просто говорю У нас как-то решилось Это просто так Сама Я говорю Что у нас решилось Женя Того пруда не было бы Это я запрудил его Там где поите Тоже не было бы Это я запрудил Он говорит Что не было Общего собрания Общего собрания Ну соберитесь Я говорю Насчет того пруда Мы собирали собрания Мы по корове дали Это примерно По 40 тысяч Что время Барабаш Глушков Мы собирали деньги Да Потому что Это единственный пруд Вот у нас есть Потом Симаковский Да Где мы поем Симаковский Ну как называется А насчет Вот этого пруда Просто я не знаю Вот он Настолько ли он нам нужен Чтобы в него большие деньги Вкладывать Я понимаю что он был Но нужен ли он Потому что у нас тут Четыре семьи Женя Собрание из-за чего было Средств Что-то не было Если бы кто-то приехал Сказал Я его делаю Я такой человек Который приехал Я его делаю Я не собираю денег Ты помог На один час пилой Я благодарю Слава Богу Я не про то говорю Я говорю что Может быть спросить Может быть у него И не нужно Жень даже это Спрашивать не надо В самом уставе Написано Восстановление 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 Она была Мы его восстанавливаем Вода уходит Ничего нету Одна ряскоряская Это комарьё Там не птиц Ничего нету Рыбы там нету Накупили мальков Пустили Они к осени Выросли уже большие Уже тут Желтухин священник Ловил удочкой А весне ничего нету Запустить рота на рыбу Никакой другой не будет Тут никак нет Я никому не обращаюсь Работника ваши Не требуется Ну когда будем делать То желают У меня свои работники Я не про то Я говорю вообще Нужен Рационально ли он нужен Даже вопрос такой Поднимать Никогда не думал Когда в самом уставе Написано восстановление Восстановление Это значит Деревня Это не сарай одни только Это всю инфраструктуру Но Относительно этой дороги Староста говорит Я говорил с ним Ну тут дорога такая Мы туда поедем Да потому ты едешь Что здесь дороги То нету На кладбище Вам только осталось На кладбище ехать Через кладбище Да вокруг Здесь если поставить Трубы Я четыре Кольца мощные Павел продает Я их куплю И здесь поставим Но Как поставить Сейчас нет Крана Кран Еще Шестую единицу техники Нужен кран Они страшно тяжелые Игорь начал поднимать Трактор опрокидывается Если поставить Здесь выровнять Значит Вода поднимется Здесь на два с лишним метра Здесь будет рыба Эти деревья уберете Это прекрасный пруд Он главный перспективный Главное там Рыжковский Там будет Когда люди будут Я не Если бы нужно было делать И собирать деньги Тогда собрание А если я восстанавливаю Да кто может вас противиться Главное не мешает Никто И уже положительно Мы распилили Все Раскатали Андрюша помог Приходил там Пилил Ну все такое Так это Вопрос Даже нельзя его поднимать Как поднимать Каждый скажет Чтоб только не работать А я и не прошу Мы своими силами Все делаем Вот бетонировать Когда будем Может быть Потребуется Трактором подвезти Там когда будет Возможность А здесь думали так Вот здесь вот Если маленько подкопать Чтобы они ровно легли Четыре Замерили расстояние Вот такая дорога Ну почти четыре метра Там мощнейший Павел сделал Теперь Два самосвала Там куча Где земли У этой У селостных Бывших ям Сверху Так осадрать немножко Глина Один заезжает Оттуда Подваливает А другой отсюда И вообще не проехать Уже лежат Вопросов нет Бульдозер здесь есть Все разровняет Сделает Мы сейчас завозим Разный шипер Ты да Спаси Христос Там где поломаны Мы укладываем Чтобы бобры не попортили У нас серьезно идет работа А мне то зачем Я здесь не живу Я отжил свое вообще Мне хочется чтобы Было по-другому Радостная Веселая жизнь была В Боге А препятствовать А как препятствовать Я буду делать пруд Кто подойдет Скажет А я против Ну против Ну и сиди дома Тебя не зовут Я говорю рационально Рационально Такой пруд Я его замерил Женя я замерил метражом Туда и сюда Сколько Тот пруд пошел Я все расчеты Уже стараюсь сделать Специалисты приехали Там когда пруд мы делали Бетонный спуск Экология района Это все у вас Паводок сметет У нас были случаи 20 с лишним лет не сметает А сделали как Сделали Раскрыли ему Ну все как надо Ну Где-то там подтекало Там замуровали Дальше ничего нет Там андаторы мешали А сейчас Эту плотину И стащили бобры Вот такие вот И мы должны были теперь Трактор Не можно задавить его там Мы раскапаем до конца Вот такая высота Раскопать Чтобы теперь заново Затрамбовать Шипером Железом Все это И весь Прокапается траншейкой Внизу В самой воде Туда шипер И теперь дальше Весь этот Шипер он не грызет Конечно это работа Но приятно-то как делать Я ее делаю с любовью Женя С любовью От вас требуется молитва Помогите Молитвы Чтобы была погода Погода не позволяет приехать Леша договаривается Насчет бульдозера Довести Что я Привезти его 32 тысячи За привоз только Полторы тысячи за час Ну и понятно Что я И вначале там И с Витиной Говорят Кто может Вите помочь Собрать деньги До Ну до 10 октября 10 октября Я уезжаю И я рассчитываю Я беру долг его на себя До времени Кто может сегодня Сегодня бы надо помочь ему Собрать 200 тысяч Я бы помог ему Сегодня Ну понимаете У меня Впереди-то что стоит Я не могу Сдвинуться-то Мне помощь действительно поступает Я никогда не скрывал этого Это не мое Даже что-то даю Я называю человека Это помог Александр А с продуктами Елена Двоими Не поминайте в молитвах Александр и Елена Ну помогают они Кто скажет Что не помогает Что есть Мы стараемся Все раздать Еще Мой карман Мой живот Не попало Ни на копейку лишнего Ну Кто может Сколько помочь Поднимите руку У нас что-то Все сворачивается На Сергея Радонеска Никого нет Один я свободный Так что С матушкой Надо договориться Матушка До октября Потерпи И на мне этот долг Потерпи Я этот долг Беру на себя Я тебе расписку дам Сегодня же Расчет я беру на себя Но я не могу Сейчас Я связан Уже договор идет Ждем технику Я называю это Понимаю что Два самосвала Бульдозер Экскаватор Кран Ну сам подумай Это невероятно дорого Но если это получится Вы тогда увидите А ваша задача 15 деревьев свалить Которые туда навалились И убрать их Но остальное Можно расчистить Зимой обязательно Это деревья убрать Которые имеют наклон На воду А сюда он упадет Вы поневоле их уберете Но Стоит ли эту дорогу Такие средства вкладывать Главное то Нам там один бульдозер нужен Один бульдозер Но если будут машины Тогда машины Будут отовсюду подвозить И валить перед ним Иначе ему Он там захватит И тащит перед собой Там чашку какую-то Не можем никак договориться До конца Техника из Барнаула Или из местного Ребрихинского Это настоящая техника Он Я не знаю Алексей вызывал Это Экскаватор-то был Понимаете Все сделали у него как надо Котлован выкопали Которые на них Паводок идет Торжею там выкопали Увели Это работа Ну не делать ничего Ничего и не будет Мы начали о чем О Валахле заботится Господь Просьба Кто понял о чем речь идет Прекратить это безобразие Утром Взяли коров Вечером отдали Никаких часовых перемен У детей чтобы не было Постарайтесь девочек Прямо сохранить Это самое опасное Что в вашей жизни есть Девочки все хорошие Послушные Красивые Они где-то Зафиксируются Потому что У людей нет ни стыда Ни совести И Телефоны настроить Что только давно На кнопку Все тревога А тревога это Кое что У нас приехал один В лагерь Тревогу дали Прибежали мы здесь Его скрутили Связали Отпароли В милицию отправили А потом приезжал Просил прощения У нас это было Ну Бог хранит Знаете Я сейчас должна За 1 сентября Внеси Я сейчас До 1 сентября Обещала Внести Камер Ну 1 сентября Она рядом Матушка Пощади меня И сказали Внеси 200 тысяч 100 тысяч он мне дает 100 тысяч надо собрать Так Сколько можешь Не могут Я тебе говорю Я бы заплатил тебе Сегодня Сейчас бы только сигнал дал И у меня сегодня К вечеру будут деньги Здесь Но я не могу У меня Ну понимаете Что я на себя хватаю Ну так я если не внесу До 1 сентября Матушка Я тебе благодарность От лица всех хотел бы сказать Как бы не ты этого дома не было Ну так вот нести надо Это вечности определится Она не она бы Его разобрали Увезли Была бы дырка Дам Дам которые Уехали Если уехала Ну и все Ну когда уехали Там где-то Тоже бы не было Это матушка Я особый поклон за это Спаси Христос Сохранила Ну потерпи Ну может быть где-то найдешь Как-нибудь Ну поговори с батюшкой У него знакомые есть До октября В октябре уже 10 октября я уезжаю 11 октября я дам денег Это я на 100% обещаю На 100 Дам расписку То есть Я деньги как Вот поступаю допустим Мы согласились Большую миссионерскую работу делать Денег-то нету А машина-то 700 тысяч Батюшка меня впервые Увидел в городе Приехал Я выхожу Из дверей банка А ты сейчас здесь До свидания Я пошел В долг не лезу Под проценты не беру У меня особые помощники Особые Помогли кто-то там Но собрали меньше половины Остальное Моя машина Она на вете Но не он ее покупал Не его деньги Но я их своими не считаю Просто через меня Бог нашел меня Что я себе не присвоил Ни одной копейки Ни зарубежной Ни валюте Ни в рублях Ни одной копейки Ни одной Я говорю Я деньгам счет Вообще не знаю Поэтому миллион Или один рубль Для меня разницы Никакой нет У меня глаза Не разгораются Желтым светом Так Ну Глушков Кто может помочь Набрать Витя До октября Видите как Вот такое говорят Зажиточное поселение Не такое оно уж и зажиточное Ну я сказал все Занятие сегодня в час Какие вопросы там поднимете Так Если кого-то я сильно задел Просто так Вы меня простите Но Посьбой решить сегодня надо Решить Если решится без собрания Значит отец должен прийти к старости И сказать Больше этого безобразия Не будет этого безумия Двухчасовой посьбой Чтобы гоняли куда надо Коров пригоняют Семь часов сегодня Все Так Ты мне нужен Хочу по поводу благовестия Это Надо спросить Жизнь-то такой хороший Друзья нету По поводу благовестия Отлично Я тут поехал Ты подожди сейчас Так Игорь Ты со мной пройди сейчас На свой склад Ты не нужен там Интервью небольшой Возвращение Хочешь пойдем вместе Кто хочет пойдите с нами Пойдем Пойдемте туда все Оторвать это Ребятишек Ну все Здесь оторвать Пойдемте туда Пойдем туда Пойдем туда